Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это достаточно опасно в плане повреждения сосудов, в плане того, что у них есть осложнение, когда при забивании штифта, особенно в воде молоко, получаются переломы шеи и бедра, и потом приходилось после освещения диагноза. В этом штифта есть инвестиционная точка, очень легко она находится, кстати, от трех членов УПИДИКОРАЗМУШЕВЛЕНИЯ, поэтому там штифта считается. Решение в этом штифта интересное, и он инвестиционирует именно в компании Санкт-Металл Ярдовский. Я не буду ее хвалить, но она является инновационной, потому что постоянно революционируют и планты, и их форма, размеры, назначения, и инструменты. Он меняется, я бы даже сказал, наверное, сейчас пару раз в году, а может даже еще и чаще, поскольку ваши и наши какие-то идеи всегда находят. У меня есть тезис преимущества универсальной точки поведения, профилактика, раскалывания фрагментов, доведение штифта на сегодняшний день после проведенного достаточно маленького количества операций. Я считаю, что это не редко бывает, но мы считаем, что он просвет и штифт водить без использования молотка, либо с минимальным, так и каким-то добиванием требуется стоить на профилактику, самому, для местного канала. В противном случае всегда есть возможность получить откалывание на протойной этаже, она может быть не всегда. Продолжение следует... Александр Иванович, там немножко соединяйся, а то он наряд не будет. Я ради того, как надо было большой, можно сказать, в общем-то, там правильный. Дорогатный бедрен штифт мы тоже широко используем, я уже говорил, что вы можете применять его и при переломах нижней, и третий листы бедра, и даже в некоторых сочетаниях. При крупных фрагментах поведения мышчинка, поскольку там есть возможность видеть стяжку. Это один из самых простых по технике операции, мы считаем, штифтов и по удобству, и по малой инвалидности. Я сейчас на снимку. Вы посмотрите, как и штифты в работе. Тоже вопрос о дне. И так преимущество применения шуток я уже заканчиваю. Это их малая инвалидная установка, отсутствие больших разрезов внешних и каких-то дополнительных инструментов, инфексаторов. Нет необходимости точной и идеальной позиции. Очень удобно блокировать быстро и с минимальной лучевой нагрузкой, и заплатить время операции. Это позволяет использовать, используя дистанционный направитель. Универсальный штифт, на нас взгляд, является подобным решением для разных видов переломов бедра. Кстати, универсальным можно назвать и большебельцовный штифт, и плечевой на сегодняшний день. Относительно простота установки это тоже очень важно. Конечно, мы понимаем, что не один профессор, два-три человека в области, должны делать такие операции, как, может быть, когда-то, когда была прерогатива. Это должны делать, которые имеются. Столкиться с таким пациентом. Делать уверенно и делать хорошо. Хотя, с другой стороны, не во всех больницах это нужно делать. Все-таки нужно реализовывать какие-то потоковые больницы, где есть пациенты, которые выступают в достаточное правительство, чтобы научиться. Возможность реактивизации всегда есть. Мы мобилизуем практически в день операции, когда оканчивается действие анестезии. И пассивная мобилизация будет. На второй день практически всех пациентов мы их как минимум сажаем. Как максимум, если силы есть, они поднимаются и стоят. Соответственно, и в четвертый день они уже начинают что-то забираться до кровати. Хотелось бы сказать, что, конечно, качество жизни, когда возвращается довольно быстро, осложнение гипостатически и является в меньшем количестве, в меньшей вероятности, что-то более серьезное. У цифровых металлов мы видим на сегодняшний день оптимальное сочетание с цифровыми качествами. Поскольку есть штифты, конечно, получше, может быть, и поинтереснее, и качественнее. Но бывает. Есть штифты, конечно, подешевле. Но не очень хочется на сегодняшний день. Вот это слово, это смещение. Бывает именно второго года. Значит, возможность организации потока их руки, потому что средняя длительность операции незначительна, где-то от 30 минут за час, от 30 минут за час, можно поставить минут за 20 минут. Для нормального доктора это операция, которая не превышает 90 минут или 60 минут, это нормальная. И можно сделать несколько таких операций в день. Ну и, конечно же, приходит раппинг, и дело с разными сегментами, одновременно у одного пациента можно смело браться за сегментами. Дальше у меня есть два осложнения, буквально три минуты. При осложнении, при интервентуральном синтезе он уровень довольно низкий. Вот у нас 11 случаев за 6 лет, при достаточно большом количестве операций, инфекции мы учитывали все, даже мельчайшие проблемы с оживлением, мы считали как инфекцией. Но 11 случаев они не были связаны непосредственно с техникой и интервентационной косметики и были вырубаны без каких-то серьезных больших вмешательств. И 3 устремили их у нас было, они вспыхнули по полной программе, и мы долго их лечили, письмо и лечим. 11 случаев перелом блокирующих винтов, честно, надо сказать, это отдельная тема разговора, есть интересное из нас понимание, почему это происходит. Два перелома стержня на колени, я скажу, три перелома ведренного стержня. Основная причина все-таки это некомперативность пациента, они считают, думают, что есть много работы, можно ходить, бегать, там что-то делать, все что угодно. И один перелом леднократного ведренного штифта, это, конечно, казуистика, для хорошего качества стальному блоку у нас, и кому-то интересно, я бы рассказал. Четыре случая замедленной консолидации, всего года, приедет в соревновании, мы не справляли единомизации стержня. На сегодняшний день, наверное, будет побольше, поскольку многостольческий уделом, они составятся сами для себя очень долго, и четыре-шесть месяцев, можно чуть-чуть длинуть эти сроки, и за годом, но, видимо, они все равно составятся. Наш выбор, ну, при заставе, он, конечно же, это инфиналлажа и символизация. Малые инвазии, ранняя вывеска, ранняя активизация, нет необходимости сильно вмешиваться просто на кровотонавке довольно часто. Симультанное вмешательство возможно, широкие возможности мы имеем, и живут пациенты, которые вообще очень трудно и очень смело оперироваться. Минимательное резкое упражнение, недоступность технологии. Если выполнять все что-то технологии, научиться, то это будет превосходно, даже с самого начала. Спасибо за внимание. Вроде обработано. Скажите мне, скажите. Значит, с пластинами нам хотелось работать с разными, но именно у линейки есть некая инновационность, которую я могу перечислить и порекомендовать. Во-первых, это очень важно. Это материал высокого качества титан, который не прикипает, не дает металлозов и ранних, и поздних. И мы это нажимаем. Во-вторых, реализованность анатомической у пластин Вортекс она великолепна. Эти пластины разработаны для 20-ти по 6-ти сегментов, если не ошибаюсь. И для каждого сегмента будет достаточно универсальный и хороший показатель, что это позволяет дать им ее не пнуть, во-первых, пластину, во-вторых, контролировать репозит. Если хорошие прилегательные пластины, вы видите, значит, репозицию у вас будет с вашего глаз зрения она и при его будет, скорее всего, достойной. Разумеется, дизайн отверстия именно у Вортекс в ночном теле есть возможность угловой стабильности применять и не применять угловую стабильность и полиобзявить соответствие, что позволяет отклонять пинты в общей сложности на 15 градусов на 15 градусов. Это очень здорово, когда мы имеем дело с минус-костью, не ввести терминкани, невозможность после сваления вентиляционных переломов. Угловая стабильность позволяет использовать минимум металл, максимум в октябре в октябре в октябре в октябре и切ничество в октябре обспался seit 20anno